Близи заседающие видео, 7-4. Заседание Координационного Совета по вопросам молодежной политики состоялось в городской администрации. Предлагаю приступить к заседанию. У всех у вас есть повестка. Главными в повестке дня значились финансовые вопросы, потому что именно они на сегодня имеют решающее значение в реализации молодежной политики и прежде всего в поддержке молодых талантов. Ансамбль народного танца «Сияние» пригласили в Санкт-Петербург на фестиваль мелодий «Белых ночей». И едет туда младший состав ансамбля. Это возраст до 13 лет. Ну, я считаю, что они уже выросли до всероссийского уровня и надо уже показаться там. Не каждый участник коллектива может позволить себе затраты на поездку, поэтому и обратились в Координационный Совет за финансовой помощью. Так же, как и другой танцевальный коллектив «Ансамбль Грация», который отправляется в Москву на Всемирную танцевальную Олимпиаду. Это действительно очень развивает, потому что съезжается вся страна с многих, 28 стран мира. Вот, и есть что посмотреть, и, конечно, хочется и себя показать. Решением большинства членов Координационного Совета для этих коллективов выделены денежные средства для участия в престижных конкурсах. Не в полном объеме, но все же какая-то финансовая помощь. Очень много у нас, конечно, творческих коллективов талантливых, которые очень стараются, всегда ездят на различные фестивали и конкурсы, прославляют город Артем, приезжают с отличными результатами. Конечно, требуются очень колоссальные суммы, перелет, проживание, питание. Но не только конкурсами и фестивалями живет молодежь. Многие таланты претендуют на стипендию главы за творческое развитие, которая выдается ко дню города. Шансы есть у всех. А кто именно ее получит, решит Координационный Совет по вопросам молодежной политики. Александр Наточев, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.